Добрый день! Мы хотим представить вам наш проект, который называется «Пустынный город». Приятного просмотра! Просушливый климат, редкие осадки, барханы и холмы из песка – это все о пустыне. Можно ли создать комфортные условия для проживания в пустыне? Конечно, можно, если это город будущего, и сейчас мы отправимся на обзорную видеоэкскурсию. Сердце нашего города – это вышка, которая высасывает влагу из воздуха, которая необходима для жизнедеятельности всего населения. Далее мы наблюдаем больницу. Она построена из экологически чистых материалов. Крыша является рециркулятором, который необходим для очищения воздуха на территории больницы. Следующим объектом нашей экскурсии является многоквартирный дом. На территории нашего города таких три. Они построены из песка высокой плотности, что не позволяет температуре внутри дома подниматься выше 23 градусов. Посмотрев направо, можно увидеть детский сад. Обратите особое внимание на окна, стекла которых не пропускают ультрафиолетовые лучи. На крыше детского сада находится купол из такого же стекла. Он используется в качестве планетария. В центре нашего города находится крытая спортивная площадка. Она также накрыта куполом из стекла, не пропускающего ультрафиолетовые лучи. Благодаря этому стеклу температура внутри будет комфортной для человека. Также в нашем городе для передвижения используют только летающие машины. Польза от использования таких машин выражается в вентиляции и охлаждении воздуха с помощью пропеллеров, встроенных в каждую машину. Почему же наш проект является актуальным? Просматривая иллюстрации в энциклопедии по природную зону пустыни, мы обратили внимание, что дети недостаточно владеют представлениями о климате пустыни, о том, какие животные проживают там, путают их с животными других тропиков. Компьютерные технологии сделали огромный шаг вперед. Качество технологических изобретений постоянно улучшается, поэтому мы должны помочь детям узнать поближе о природной зоне пустыни, раскрыть особенности и узнать, чем там занимаются. Цель нашего проекта – ознакомление детей с темой освоения человеком природной зоны пустыни, инженерными решениями по данной теме, создание на основе системы представлений технической системы объекта живой природы пустыни средствами компьютерной 3D-моделирования в программе Лигра Гейм.